здравствуйте мои уважаемые подписчики и читатели вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщиком в связи со распространением коронавирусной инфекции закон гарантирует возможность для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса и предпринимательства получить осрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода и сегодня мы подробно разбираем этот закон на кого он распространяется мы разбираем наиболее популярные вопросы ну и конечно же говоря затрагивая тему как быть простому заемщику если недобросовестный банк отказывает предоставление кредитных каникул и так но первое на что я скажу что я скажу и на что я обращу свое внимание закон гарантирует возможность для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства получить осрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае если граждане и предприниматели оказались в сложной жизненной ситуации или пострадали от снижения дохода в связи с пандемией коронавируса по сути говоря о себе хоть я и не предприниматель наверное абсолютно все сейчас оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от снижения дохода а вот является ли все наши граждане теми субъектами под который подпадает данный закон мы разберем даже в напоящей статье итак начинаем разбираться первая неприятная новость вопрос означает ли что нерабочий период объявлен до 30 апреля тот период карантина и самоизоляции которые объявлен президентом когда вы не можете ходить на работу получать заработную плату хотя бы должны с точки зрения закона получать заработную плату так вот означает ли данный нерабочий период объявлен до 30 апреля что выплаты по кредитам автоматически переносится на конец этого срока ответ банк россия банк россия полагает что с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни в период до 30 апреля о которых говорится в указе президента 2 апреля не является основанием для переноса исполнения ваших обязательств говорят простыми словами в апреле 2020 года то есть в этом месяце вы обязаны совершить регулярный путев есть у вас деньги или нет с точки зрения банка россии это никого не вам важно что как полагает банк россии все банки микрофинансовые организации и другие не кредитная финансовая организация которые продавали вам кредитом они будут учитывать возможности должника то есть ваше по исполнению обязательств условиях действия мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции возможность использования вами дистанционного обслуживания а также не применяя меры ответственности по договору пение штрафа повышения процентов и так далее поэтому если ваш банк не будет учитывать ваши нынешние возможности при совершении платежа доведите это до сведения центрального банка каким способом это сделать напишите жал в адрес банка может у негодяя лицензию отберут что делать тем гражданам которые потеряли работу или им не платят зарплату или им нечем выплачивать кредит так вот центральный банк россии разъясняет что гражданин у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов прежде всего должен сообщить об этом своему кредитору и запросить вариант реструктуризации задолженности в свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы и лучше всего подготовить их заранее чтобы они были под рукой во время разговора с банком это советы регулятора я вам раздам альтернативные адвокатские советы как сделать если недобросовестный банк отказывает вам предоставление кредитных каникул банк россии рекомендует общаться по телефону колл-центра в том числе через личные кабинеты или электронную почту соответственно колл-центр кредитора или онлайн вашего банка также центральный банк считает что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут на встречу граждан реструктуризируя кредиты по их заявлениям перенося сроки платежа снижая его размер используя другие возможные меры чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента скорее всего как считает центральный банк ваш банк предложит свой вариант реструктуризации который поможет вам пережить сложные времена соответствующие рекомендации кредиторам уже даны центральным банкам всем банкам при этом банки и микрофинансовые институты подходят каждому заемщику индивидуально оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов а банк россии в свою очередь проводит мониторинг того как исполняют его рекомендации в этой части соответственно из разъяснений банка россии одному могут отказать по другому могут удовлетворить как указано банка россии микрофинансовый институт подходит каждому заемщику индивидуально оценивая его способность важно как считает банк россии если вариант реструктуризации задолженности кредиторам не предложен или предложен но он вас не устраивает и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения банк россии рекомендует воспользоваться положением нового закона о кредитах это именно то о чем я говорю в статье как быть простому заемщику если недобросовестный кредитор не предоставляет вам кредитные каникулы поэтому читайте эту мою статью следующее банк россии отвечает на вопрос что делать если брал кредит в валюте можно ли переоформить его как рублевый если вы брали кредит в иностранной валюте то помимо просьбы о реструктуризации долга вы также можете обратиться в банк с просьбой изменить валюту кредитования на российские рубли кто может воспользоваться кредитными каникулами по новому закону в соответствии с законом граждане могут подать требования о предоставлении льготного периода по платежам то есть так называемые кредитные каникулы если их доходы за месяц предшествующие дате подачи заявления снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году за кредитными каникулами можно обратиться также если размер взятого кредита или займа не превышает установленным правительством максимальную сумму для простых смертных вроде нас с вами это не подходит поэтому можно на это постановление правительства миллиардное даже не смотреть при этом гражданину нужно помнить что отсрочкой можно воспользоваться только один раз обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года и что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику рассчитанному кредиторам что здесь важно если у вас упали доходы в мае или в июне или в июле 2020 года как раз это положение распространяется на вас что вы вправе обратиться к ваш банк в любой день но не позднее 30 сентября 2020 года также банк россии обращает внимание гражданам что предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения если гражданин в состоянии обслуживать долги стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации когда они действительно будут необходимы вот интересный вопрос я адвокат у меня 5 детей прокормить их очень тяжело денег сейчас просто нет в соответствии с законами о мерах поддержки моя семья не может рассчитывать на всякие государственные дотации поскольку адвокаты у нас зажиточные хотя я бы сейчас тоже с радостью воспользовался законом о кредитных каникулах это кого они имеют в виду под наиболее нуждающимся слои населения если я как адвокат скоро в страну простите как с протянутой рукой непонятно дальше как доказать что имеешь право на каникулы какие подтверждающие документы могут понадобиться и так чрезвычайно важно довести до кредиторов вашего банка максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц предшествующей подаче заявления а также оперативно предоставить кредиторов запрошенные документы документами подтверждающими снижение дохода могут быть не только справка из налоговой инспекции но и справка о регистрации на бирже труда официально оформленный больничный лист и другие документы если не понимаете какие именно документы ожидает кредитор стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору что здесь важно как сообщает регулятор при расчете среднемесячного дохода за 2019 год следует внимательно ознакомиться с постановлением правительства в котором подробно описано какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления будьте предельно внимательны оценивая насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы проконсультируйте своего кредитора до подачи требования об отсрочке расчет среднемесячного дохода за 2019 год и постановление правительства Российской Федерации в котором подробно описано какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет я выложу на свой канал Яндекс.Зен на ближайшее время могут ли отказать в праве на кредитные каникулы если при проверке подтверждающих документов выяснится что заемщик не соответствует установленным критериям отсрочка будет отменена а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку в кромочках штраф и пение кроме того информация про срочки будет направлена в бюро кредитных историй что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем да, уважаемые друзья я сообщал в своей статье как быть простому заемщику если недобросовестный кредитор отказывается в кредитных каникулах что не стоит злоупотреблять правом на кредитные каникулы поскольку в соответствии с законом вы сейчас можете просто позвонить по своему телефону который у вас привязан к банку и сказать я сообщаю, заявляю требования о предоставлении кредитных каникул все, это является основанием для предоставления вам кредитных каникул никуда идти не надо вы три месяца можете забракодироваться и сидеть дома но если по истечении этих трех месяцев банкир вот так вот сидя будет ждать вас а он будет ждать так, каникулы кредитные документы а вот тут вот если вы не представите эти документы банкир вправе не просто применить штрафы и пение и санкции но в соответствии с положением гражданского кодекса он вправе расторгнуть кредитный договор то единовременно взыскать у вас всю сумму кредита штрафы начисленные и пение это может сказаться очень плачевно особенно на кредитных продуктах которые заложены ипотекой поэтому ни в коем случае нельзя злоупотреблять своими правами по законам ипотеки если вы в реальности не попадаете под закон о кредитных каникулах то не стоит обращаться в банк с таким требованием пусть в случае просрочка идет просрочку месяц два, три они пересчитают перехватите, перезаработаете что-то придумаете это лучше чем по окончанию кредитных каникул банка иск вам предъявит очень большой но это мой совет к этому же вопрос может ли кредитор сам проверить насколько упал мой доход иногда банк может самостоятельно оценить насколько заемщик соответствует критерию снижения дохода например если банк ведет зарплатный проект предприятия где работает заемщик он может увидеть что его доход не снизился на 30% в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год в таком случае банк россии рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить что требования кредитных каникулах выполнен он не будет чтобы у человека впоследствии не появилась просрочка по кредиту пень, штрафы и испорченная кредитная история важно постарайтесь собрать запрошенные кредитором документы дистанционно как можно быстрее не дожидаясь окончания 90-дневного периода такие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу одновременно заявлением следует также помнить что если вы ошиблись считая что имеете право на отсрочку платежей кредитор сможет быстрее зафиксировать ошибку и тогда размер просроченных платежей штраф будет тем меньше чем раньше вы отправите документы но это рекомендация центрального банка смотрите давайте ее разберем банк России рекомендует кредитору связаться с заемщиком то есть с вами и предупредить что вам не будет предоставлены на кредитные каникулы я разъясняю вам уважаемые мои подписчики и считатели что данная рекомендация является только рекомендацией хорошо если так поступят добропорядочные и добросовестные банки но как показывает практика у нас в России не только добропорядочные и добросовестные практики если банкир не уведомит вас о том что вы не подпадаете под законно-кредитные каникулы хотя бы с той корыстной целью чтобы побольше накрутить вам просроченных штрафов пеней убытков ничего банкир за это не будет поэтому имейте ввиду и оценивайте риски насколько вы сможете подтвердить действительное падение дохода сразу коснусь данного вопроса что такое самое наиболее оптимально вероятное падение дохода вот есть у вас белая зарплата 100 тысяч рублей и среднемесячная зарплата на протяжении всего последнего 2019 года у вас было 100 тысяч рублей и не просто бухгалтерской справкой которую ваш бухгалтер или вы сами подписали вы это подтверждаете нет с этих 100 тысяч рублей у вас официально налоги уходят в казну пенсия пенсионные страховые отчисления от этой суммы идут и по вашему СНИЛСу подтверждается что за протяжение последнего 2019 года ваша регулярная зарплата была 100 тысяч рублей а в этом году ваш доход резко сократился и такими же не бухгалтерскими справками а такими же официальными документами да бухгалтерская справка пойдет но взносами в пенсионный фонд соцстрах и налоговыми взносами должно подтверждаться что действительно ваш доход упал не меньше чем на 30 процентов если кредитор ваш банк запросит данную информацию в налоговой и налоговая это не подтвердит данные можно расценивать как то что вы не подпадаете под закон о кредитных каникул соответственно если у вас заработная плата 100 тысяч рублей черным способом ну что то же ведь официально беда должно у вас показываться ведь МРО 13, 14, 15 тысяч у вас показывается значит здесь нужно сейчас чтобы закон о кредитных каникулах под него подпадать нужно связаться с бухгалтером и в тех случаях когда у вас черная зарплата нужно спросить каким способом то есть в каком объеме в прошлом году у вас показываются официальные отчисления и сейчас эти официальные отчисления должны упасть не меньше чем на 30 процентов коллизия возникает в том что с одной стороны при этих обстоятельствах вы станете подпадать под закон на кредитных каникулок но как же у вас может зарплата упасть если вы официально показываете МРО а сейчас у вас МРО упал на 30 процентов и больше а не может по закону упасть на 30 процентов и больше это уже вопрос второй однако я не вижу в принципе здесь проблем потому что мухи отдельно и щи отдельно если банкиру нужно доказать что у вас действительно упал доход на 30 процентов и больше то банкир не является тем лицом которое будет вас штрафовать или привлекать к ответственности за то что у вас упал доход на сумму ниже МРО этим занимаются другие инспекции а не банкир поэтому в принципе я думаю что это допустимо я бы такое посоветовал своим читателям и подписчикам следующее что делать если по уважительной причине вы не успеваете собрать документы в срок 90 дней вы можете получить дополнительные 30 дней дополнительные 90 дней в том случае если у вас есть уважительные причины официальная командировка болель подтверждающаяся в больничном и так далее на какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика но не может быть более 6 месяцев по одному кредиту льготный период предоставляется только один раз соответственно если у вас 10 кредитов вы можете получить 10 льготных периодов но все они должны быть не позднее 30 сентября 2020 года от какого дня ведется отчет льготного периода заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода дата начала льготного периода может быть первое для задолженности по кредитным картам она любая с момента обращения в банк с требованием каникулы второе для потребительских кредитов в том числе до 14 дней раньше даты обращения с требованием банк например если вы подаете заявление 14 июня тогда вы можете указать в нем дату начала каникул с первого июня для ипотечных кредитов третье в том числе на 30 дней раньше даты обращения с требованием кредитов следующее есть ли ограничения в сроках когда можно запросить кредитные каникулы заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сентября однако правительство Российской Федерации может продлить этот срок об этом я вам уже сообщил как я узнаю что получил кредитные каникулы кредитор обязан рассматривать требования заемщика о каникулах не дольше пяти календарных дней и после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредит или заем не придется ли платить штраф за просрочку платежей в льготном периоде в течение льготного периода кредитор не имеет права начислять заемщику неустойки штрафы пение за просроченные платежи или обращать в искании на предмет залога ипотеку ну то есть забирать обратную квартиру которая у вас в ипотеке при этом заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода сообщив об этом кредитору это безобразие полное которое указано в законе я полагаю что данный пункт совершенно не отражает тех инициатив которые сообщил президент 25 марта в ходе обращения к гражданам россии не будет ли испорчена кредитная история из-за каникул по реструктуризированным кредитам кредитным каникулам банк россии регулятор представляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика для заемщика это значит что такая реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика это может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем отвечаю с вами словами кредитная история из-за кредитных каникул испорченными боль начисляются ли проценты по кредиту влезаемые в льготный период самая неприятная да представляемая отсрочка не является бесплатной по кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга или заложенность по карте начисляются проценты по льготной ставке рассчитываемые как две трети о среднерыночной ставке по аналогичному виду кредита который рассчитывает Банк России и которая была актуальна на данном направлении заемщикам требования кредитов по ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке установленной в договоре ипотеки важно если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредитам что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчить завершение окончательных расчетов по кредитам после льготного периода это очень важно то есть если у меня есть кредит за который я оплачиваю и я сейчас запрашиваю кредитные каникулы и продолжу исполнять обязательства то согласно вот этому разъяснению данные денежные средства будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту правда после того как я не смогу представить документы подтверждающие что я имею прав на льготный период банк мне сделает пересчет штрафы пения он мне начислять не будет иметь права поскольку у меня нет никаких просрочек но скорее всего я буду возвращен в обратную позицию поэтому в данном случае работа пустая как нужно будет платить по кредитам или займам после льготного периода первое по кредитной карте начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами первый платеж через 30 дней после истечения льготного периода сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка второе потребительский кредит начисленные за льготный период проценты а также просроченные проценты и пение штрафы образовавшиеся до начала льготного периода выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами третье ипотечные кредиты не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами величина которых равна вашим ежемесячным платежам по ипотечному кредиту следующий вопрос что делать если уже воспользовался в прошлом 2019 году ипотечными каникулами и может для данных гражданин рассчитывать на новую отсрочку по платежам сейчас если вы воспользовались правом на кредитные каникулы по новому закону это не ограничено ваше право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах при этом в 2019 году и наоборот соответственно можно уважаемые читатели и подписчики я закончу если вам понравилось поставьте лайк если есть вопросы ко мне как адвоката задавайте их и пишите в комментариях но если хотите в дальнейшем быть в курсе подписывайтесь спасибо до встречи и удачи